Приветствую вас на YouTube-канале Ирины Чекреевой. Здесь самая крутая астрология, здесь самые крутые новости и самые крутые разборы. Я надеюсь, что вы это и так знаете, поэтому вы подписаны на канал и смотрите его с удовольствием. Вы знаете, я прокосячилась. И не просто, а перед одним знаком зодиака, перед тельцами. Я абсолютно была уверена, когда я записывала совместимость весов, если вы не смотрели это видео, то оно здесь, что это заключительное видео совместимости, что я сделала абсолютно всех. Но тут тельцы, хоть скромненько, но так немножечко меня опустили в реальность, сказав Ириш, а что, нас не будет? А как же вас не будет, когда я вас так безумно люблю? Ну, конечно, будет. Итак, сегодня урок. Сегодня урок, сегодняшнее видео посвящается совместимости знака зодиака Телец. И еще раз прошу прощения, почему-то я совершенно упустила из виду, что я вас не записала. Так что, тельцы, не серчайте, я знаю, я знаю, вы можете затаить обиду, но не нужно этого делать на вашего прекрасного астролога. Итак, совместимость тельцов. Тельцы в отношениях, так же, как и весы, абсолютно прекрасны. Тельцами управляет планета Венера, они знают, что такое удовольствие, они знают, что такое отношение, они знают, как дарить любовь, как принимать любовь. Это я про знак зодиака. Сейчас сидящая на диете, злющая женщина-телец, смотрящая на меня, которая все себе запрещает, говорит, ага, сейчас, знаю, я в толк в удовольствиях, я знаю, в толк в том, как сидеть на диете для того, чтобы влезть в свои джинсы к лету. Ну, максимально. Так вот, злая женщина, специально для тебя. Тельцы немножечко задумывались Господом, Вселенной и сверхразумом, немножечко не для того, чтобы сидеть на диетах. Что вы с этой информацией будете делать, согласитесь вы со мной или нет, но у тельцов другая задумка. У тельцов задумка созидать, создавать красоту, быть красотой, жить в красоте и создавать гармонию вокруг себя. Соответственно, если вы поглощены усовершенствованием себя до пропорции модельных, до каких-то вот, каких-то вот маниакальных идей, то у вас что-то сломалось. Вы сломанный телец, и если вы сломанный телец, то, конечно, начинайте себя чинить, потому что кроме вас это не нужно никому. Итак, тельцы. Одни из самых красивых женщин, между тем, ну и мужчины тоже. Мужчины-тельцы тоже неплохие, скажу я вам честно. Тельцы все-таки обладают тельцовским обаянием. Они, может быть, где-то скромны и зажаты, особенно поначалу, но если вы их сумеете расслабить, что непросто, но если вы их сумеете расслабить, то в отношениях с тельцами очень-очень комфортно. Поехали, овен и телец. Вы можете эту пару найти в выпуске про овнов и послушать, что я там говорила, потому что я записываю это видео без каких-то кипы бумаг и лекций, и когда, ой, а вы знаете, а вот вы сказали, что Козерог и Водолей это плохая пара, а Водолей и Козерог это хорошая пара. Сказала, да. Идите посмотрите все мои выпуски и узнайте, что я говорила до этого. Мне насрать. Да, это жестко. Сегодня говорю то, что приходит мне из космоса, то, что идет из потока, из потока осознанности, из потока реальности. Сейчас я сказала и сейчас я проблююсь. Вот, ну, а на самом деле это шутка. Поехали. Тельцы и овны. Если представить, что мы сегодня стоим на стороне тельцов, то овны это не самый спокойный знак для тельцов. Потому что, с одной стороны, овен будет тельца раззадоривать, вдохновлять на какие-то подвиги, с другой стороны, жестко-жестко бесить своей суетой. Вот, поэтому, если тельцы хотят беситься, пожалуйста, пусть создают отношения с овнами. Если не хотят, то, возможно, нужно найти такого же спокойного человека, как и вы, тельц плюс тельц. Прекрасное сочетание, долгое, возможно, занудное, возможно, очень красивое, но занудная жизнь. Не забывайте, что я говорю про знаки зодиака, а не про людей. И вы, как тельц, можете быть бомбой, пушкой, ракетой, огнем и драконом. И если вы хотите узнать, почему вы в описании знака тельц, который я вам говорю, не находите себя, посмотрите бесплатный курс, потому что вместе с Солнцем в тельце у вас есть Луна, Венера, Марс, Меркурий. И там целая-целая эпопея, целое собрание планет, которые делает из вас этого самого дракона. Но знак зодиака тельц это не дракон. Это спокойный, спокойный котик, спокойный, спокойный, лежащий на диванчике, кайфующий котик в лучах солнечных, калифорнийских, слушающий птички и абсолютно-абсолютно не человек, который себе отказывает в удовольствиях. Поэтому тельец и тельец это два прекрасных гедониста, которые могут вкусно готовить вместе, наслаждаться жизнью. Непонятно, кто из них будет работать и зарабатывать деньги, но если этого вопроса не стоит, то это прекрасная пара кайфажориков. При этом они могут создать, например, какое-то агентство, либо модельное, либо дизайнерскую какую-то студию красивую, либо заниматься фотой или видеосъемкой, что тоже неплохой вариант. Телец и близнецы. То же самое, не так сильно тельцов будут бесить близнецы, как овен, потому что овен все-таки больше с говнецом, чем близнецы. Близнецы полегче, близнецы полайтовее, близнецы попозитивнее. Поэтому в целом союз позитивный, но телец тоже устанет от вот этого бесконечного близнецовского желания куда-то съебать. Телец все-таки более стабильный, созидательный. И если он приготовил ужин, он хотел бы, чтобы близнец в этот день не куда-то улетел на тусовку с друзьями, чтобы он этот, сука, ужин съел. Но вот тут вот начнутся, начнутся, могут начаться конфликты. Телец и рак. Прекрасный союз. Вот я не знаю, как я, что я до этого говорила в видео про раков, но я вам точно говорю, что телец и рак это прекрасный союз. Это союз на долгие годы, если вот брать классическую счастливую семью, то я бы поставила телец и рака вместе. Вот все. Один готовит, второй ест, один дарит тепло, второй принимает. Просто идеальная пара. Если у вас была такая пара, напишите в комментариях, почему вы расстались. Еще раз повторюсь, что мы про знаки зодиака, а не про конкретных людей. Чтобы про конкретных людей разбираться, нужно знать в целом натальную карту человека. Дата, время, город, рождение одного и дата, время, город, рождение другого человека. Только так получается полноценный анализ. Значит, телец и лев. Союз для телца тоже не самый благоприятный и интересный, потому что, ну, если телец готов сидеть, нахваливать телца, когда у него будут, я говно, нет, я классный, я говно, нет, я классный. Если это вот телцу, это вот надо вот с этим вот возиться, говорить, да нет, ты не говно, ты классный, ты самый лучший, я так тебя люблю. И если вот эта вот батарейка у телцов не сядет, то союз может продержаться долго. Львам, конечно, нужно заниматься своей самооценкой и зажигать свое солнышко, телцам набираться терпения. Какой смысл? Тише, дядя Джонер, я больше не могу. Телец и дева. Телец и дева – союз неплохой, который может долго и долго быть вместе, особенно если связывают какие-то рабочие моменты. Дева работает, телец создает красоту, телец поддерживает ту теплоту, которой дева никогда не обладает и никогда не сможет обладать. Поэтому телецу может с девой быть немножечко холодновато, но в целом очень хороший финансовый союз, очень хороший деловой союз, дружеский союз. В целом и партнерские отношения тоже неплохи, если вот телец не замерзнется деловой и достаточно критичной девой. Потому что все-таки с телцами тоже, если вы сейчас живете с телцом, его тоже нужно хвалить, говорить, боже, как красиво, какой ты красивый. Боже, как ты сделал классно. Вот просто девы, как правило, не такие пиздущие ящики, которые вот могут это говорить без повода. Телец и весы – прекрасный союз. Прекрасный союз. Тоже, если смотреть один из самых счастливых союзов, то это телец и весы. Одна планета, которая ими управляет. Весы готовы слушать партнера. Телец готов дарить весам ту опору, поддержку земную, которая им так нужна. Поэтому я вообще считаю, что это тоже союз на века. Если вы просрали такой союз, напишите хотя бы причину, хотя бы понимать, почему люди такие идиоты, просирают хорошие союзы. Но, еще раз, люди – это отдельно, знаки зодиака – это отдельно. Потому что, чтобы являться ярким представителем телца, у вас должно быть зажженное солнышко. Вы должны в описании знака телца, из видео про телцов, которые есть на канале, видеть себя в этом. Вы должны быть этим. Но если вы этого не видите, значит, ваше солнце не горит, значит, вы в жопе. И вам, конечно, прежде всего нужно зажечь солнышко, а потом уже строить отношения. Потому что без горящего солнышка у вас не будет самооценки такой, чтобы создать грамотный союз. Вы будете всегда натыкаться на людей, которые вас обесценивают. Вы будете натыкаться на людей, которые приносят вам раны. И только при горящем солнце вы можете притянуть союз такой, который сделает вас счастливым. Телец и скорпион. Отходите, пожалуйста, друг от друга на расстоянии, особенно телецы, держитесь подальше от скорпионов. Я знаю, что они вас манят своей страстностью, силой, пробивным характером, сексуальностью и прочим. Но поверьте, вам туда не надо. Не влезая убьет, это про союз тельца и скорпиона. Зачем? Непонятно. Если мы сегодня стоим на стороне тельцов, и сегодня мамочка, мама сита за вас, то я вам скажу, как своим любимым дочкам и сыновьям, держитесь подальше от скорпиона. Все? Хорошо. Значит, тельцы и стрельцы. Тельчата, держитесь подальше от стрельцов тоже. Ничего вам этот союз хорошего не несет, кроме нервотрепки, постоянных ощущений неполноценности. Стрелец будет смеяться над некоторыми вашими особенностями характера. Если он недостаточно уровня развития, который с принятием, с пониманием, то это большой стресс для вас. Он будет постоянно над вами стебаться, он будет постоянно вас подкалывать. И это будет очень болезненно для ранимого тельца. Вам туда вообще не надо. Поехали дальше. Телец и кто? Козерог. Правильно, вам туда тоже не надо. Да, тельцы, ну правда, ну не надо. Ну что? Ну что вам? Вы хотите, вы вот сладенький котик, который лежит под солнечными лучиками, хотите в холодильник? Вы хотите в холодильник? Если хотите, создавайте пару с козерогом. Если вы в холодильнике жить теплый котик, не хотите, держитесь подальше от козерога. Вот, потому что пара телец и козерог, это теплый, в лучах согретый, толстенький котик, сидящий в холодильнике, мерзнущий. Ну вот, вам это надо, вам это не надо. Дальше поехали. Телец и водолей. Дорогие мои любимые тельцы, и от водолеев тоже держитесь подальше. Нечего вам с ними делать. Да, с ними интересно. Да, с ними можно дружить. Да, с ними можно создавать проекты. Да, вы можете создать невероятный дизайн, а, например, водолей все это переведет в какую-то супер-крипто-идею, нано-будущее, технологию. Да, это может быть классный союз. Но при этом, при всем, седые волосы на голове у тельца гарантированы, конфликты гарантированы, абсолютно непонимание, из какого теста находится водолей, но только если вы не идете на большой курс и не идете разбираться полностью с вашим водолеем, как с ним жить и не посидеть, и не лишить себя здоровья. А вот телец и рыбы, вот этот союз, котик толстенький, греющийся на, значит, в лучах солнца, и рыбка, которая плавает в аквариуме и заигрывает с этим котиком. Но котик рыбку не съест. Рыбка, котика готова развлекать, готова погружать в какие-то новые миры, в новые реальности, в мистику, в магию, в астрологию. Поэтому телец и рыбка очень хороший союз, спокойный, достаточно стабильный, особенно если телец будет рыбку стабилизировать, а рыбка будет открывать тельцу новые прекрасные рыбьи миры. Вот, все. Теперь я отдала вам все совместимости. Все совместимости всех знаков Содиака вы можете посмотреть на моем YouTube-канале. Спасибо, что опустили меня в говно, что я, оказывается, вам что-то задолжала. Но, так как я отдала долг, мне кажется, я достойна лайка, комментария, репоста и подписки. Подписывайтесь на канал, это очень важно сейчас, чтобы не потерять с вами связь. Все ссылки, которые я хочу вам, чтобы был у каждого человека, не важно, кто вы по знаку Содиака, тоже есть под этим видео. Я вас люблю, тельцы. Еще раз прошу прощения. Я вас люблю больше всех остальных. Пока-пока.